У ЛОВЕ стартовал инновационный проект «Клуб подлеток», который мы это притягнуть молодь до социально-значной деятельности, про индивидуальный подход до каждого. Подлетки выучают кодекс об администрационных правопорушениях, а холодные отриманные веды применяют на практице, каким чином доведался Дмитрий Котау. Идея об створении проекта возникла в мае, и ее реализовали у степлые термины. Из начала червня Клуб подлеток начал работать на базе районного центра творчества «Детей и молоди». До проекта долучились разные службы – ДАИ, МНС, Освод. Колькость подлетка удостатково невеликая – у сего 16 человек, что позволяет каждому зык надать максимум уваги. На первом заседании нашего клуба «Подростка» участвовал психолог. А психолог проводил тренинги. И, судя по этим тренингам, мы определили, кто из деток к какой деятельности более расположен, к какому из видов. Дети у нас все разновозрастные. Начиная от 12 до 17 лет. И понятно, что 12-летнего подростка и 17-летнего юноша в один вид деятельности не особо заинтересуются, чтобы включить. Поэтому мы решили создавать небольшие патрульные группы по 2-3 человека, распределяя их, работать с разными субъектами профилактики. Организаторы пропонуют кожному удельнику нечто новое и текавое для его особиста. Патрулевание – головная особливость проекта проходит каждый тыдень. Это проверка водительских посвященников разом с упрацовником ДАИ альбо контроль за правопорядком в громадских местах. Подлетки ожитивляют обыход пыльной территории. При этом самостоянно работать за уваги они не могут. В случае выявления правопорушения повинны по рации поведомить про гетокуратору, який знаходится побоч. Такий текавый заняток у СИМ пришелся до сподобы. Я поработал с радиостанциями. Это все довольно-таки интересно и поучительно. Понадобится в будущем. А кроме освоения новых ведов и навыков, удельники проекта досконало знайомятся с деятельностью правоохоуных структур. И таким чином многие начинают вознашаться с будущей профессией. Сейчас стоит такой выбор, какую профессию выбрать. И это им очень помогает. Многие ребята хотят поступать и в государственные структуры. Поэтому им это очень полезно. Проект «Клуб подлеток» протягнется до конца лета. Его выникам станет створение специального видеофильма про будни громадских инспекторов. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Злоева.